Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Я вступление всегда делаю такое, что в прошлое воскресенье, неделю назад, уже теперь получается больше, зашли какие-то люди, не знаю их, говорят, что они едва пользуются, но охота им, чтобы каждый день давали мы то, что у нас есть. Колесникова Николая и Анна. И вот у нас получается сегодня 13-е. И они сами назначили, как назвать вопросы, пожелания, события дня, и чтобы задавали вопросы. Вот сегодня 25-е декабря. Ну и у меня кое-что сразу пришлось внести в распорядок. Считай, Никита. Вопросы, передаваемые мне из ВКонтакте, одноклассникам, из других ресурсов, администраторами и модераторами на наш форум, а потом возвращаемые ответы к вопрошателям, теперь видны на нашем видеоканале. Ну вот дается, можно снять, но видеоканал я покажу его как. Просто по-русски зарядить Яндекс, Гугл, видеоканал, открытым оком, во свете Библии. Все, вы уже на него вышли. Во свете Библии, открытым оком, в теме вопросы, пожелания и события дня. Вот только месяц меняется, меняем вот здесь вот мы, это и все. Вот что пишет из Германии. Валентина Сортисо. Дорогой Игнатий Тихонович, мир вам. Мне на почту моем мире без конца шлют на вас всякие пакости. Вот заметьте, чем занимаются люди. Это все священники. Московская патриархия и нас туда тянут. Я им сказал, мы вас еще равимся как чумы болотной. И вот он не может, он не добил до конца, он будет бить и бить. Ну, он отошел, сказал, отошел. Нет, не это нужно. Это делать точно, как делали НКВДшники. Почему? Сталин и Берия организовали московскую патриархию в сентябре 43-го года. Из этого надо исходить. Отгребаться от этого. Бояться этого. Никаких. Ну, считайте, 7-й Вселенский собор, 3-е правило. Если с участием мирской власти у вас замешано, предаетесь проклятию. Извергаетесь из сана. Вас ни одного не будет, вас выметит ветром даже. Ну и ваша практика показывает, куда зовете-то. И вы подтверждаете то, что я говорю. Что вы такие есть. И вот новые, которые-то миссионерский отдел. Ну, если миссионерский отдел, так у вас там должен быть подход какой-то к людям. Вот ко мне привязываются с гневом. Я говорю, на кого гневаться-то? У меня голос такой. Так и есть. Ты не православный. Я им отвечаю просто. Давайте согласимся. Я не православный. Во мне дьявол, сатана. Давайте так примем. Ты православный, в тебе Дух Святой. Доволен, разулыбался. Ну, вот я это и хотел. Ну, я только предположительно сказал. Ну, значит, если ты православный, покажи, где православие твое. В чем? Теперь покажи, которые люди, не знавшие Бога. Совершенно. Бывает там из кришнаитов. И они пришли в православие. Ни одного. Ну, из сектантов, из разных, там, пришли какие-то, что-то православное, преподнес православие. Они его полюбили и пришли в православие. Ни одного. Ну, в тебе Дух Святой, а во мне дьявол. А ты устоять не можешь ни против одного слова. А Писание говорит, тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Вот теперь по Евангелии видно, что ты ничего, ни одно слово не можешь ответить. Я одно слово сказал, так как шкуру убитого медведя по полу расстелился. Нет ничего. По делам Бог будет сидеть, по делам. А вы этого боитесь. И вот они на нее шлют всякие пакости. Почему? Так они другого не умеют. У них другого нету. Смотри, чтобы видно было надпись. Ну, все такое тупое, примитивное. Это женщина понимает. Одно и то же. Тупое доказать, что мы не православные. Ну, успокойтесь. Сказали, мы не православные. Ну, занимайтесь своим делом. Нет. Ну, мы не в московской патриархии. Ну, успокойтесь. Что вы к себе тянете? Любыми путями затрамбовать. Загнать. Ну, я сказал, мы не будем там. А от вас зарубежная церковь отказалась. Ну, отказалась. Ну, успокойтесь. Отказалась. Ничего нету. Мы пришли к баптистам. Ну, успокойтесь. Вы баптистов-то не гоните. Но вы их нас и в баптистах не оставите. Я перешел к католикам. Ну, я мусульманином стал. Ну, успокойтесь. Не могут. Почему дьявол? Ну, ты сказал один раз. После первого-второго вразумления. Еретика отворачайся. Я еретик. Ну, отвратись от меня. Ну, один день поживи спокойно. Ну, ради Христа прошу всех. Ну, успокойтесь. Дело в том, что мне-то от этого худо нету. А добро. Радуйтесь и веселитесь. Велика ваша награда. Бог нас избрал. Он возводит нас на новую ступень. Чем больше хулы, тем больше награда. Ну, а хула-то матеряться там. Прямо матеряться. Я что могу на это сказать? По делам ваши будет вам. Дальше. Обвинительные аргументы у них какие-то совсем дохлые. Ощущение такое, что обвинители сами организируют. Все-то они лгут. И сдуется скоро. Это вспоминает 25 февраля. Житие святого патриарха Тарасия, когда умирал. А его демоны окружили. Говорят, вот то делал ты. А вот то у тебя иерархия не так. Ну, как нам. Все наши обвинения. А он только уже едва сказал. Говорят, все вы лыжете. Ничего этого нет. И на меня что говорят? Все лгут. Нету. Если это вина моя. Ну, есть уголовный кодекс, прокуратура. Есть церковный суд. Давайте выйдем. Центрский отдел на моей книге. 38 книг. 13 лет. И не можете опомниться. Вам нужно все уничтожить, чтобы во тьме творить свои безобразия. Подрастает новое поколение у вас. Еще злее вас делается. Я вот когда считаю, апостол Павел говорит, люди будут наглые, напыщенные, неблагодарные. И вот попрал наглые. Где? Самые наглые в патриархии. Более наглых людей не встретишь. Меня коммунисты, КГБ садили, но таких наглых не видал и не слыхал. Даже близко нету. Напыщенные. Ну, как павлин выйдет. Хоть епископ, хоть кто. Хоть патриарх. Ну, посмотрите. Это ли Бог нам оставил-то? Мне звонит полковник. Полковник. Военный. И говорит, Игнатий Тихонович, а что у вас патриарха маленького не учили, как пуговки застегивать? Я говорю, почему? Вчера смотрел, говорит, молодежь какая-то около него там на коленке становится, за супой. Застегивает его. Умеет он. Руки перед всеми. Расческу принесут. А народ стоит. Комедия. Выбросите эти мишуры. Не выбросить. Вам это нужно. Мимический концерт ставится. А Боге ни одного слова нету. Никто ничего не понимает. Да какая-то религия. Религия мимов. Все молчат. Вышли молча толпою. Простояли молча. И опять зашли. Ну разденьтесь. Наденьте цивильные костюмы-то. К вам никто не подойдет. А на это уже привыкли смотреть. Это золото от бедных. На вас блестит. Где люди, говорится, с голоду помирают. Это все против вас. Что вы на меня-то вышли. Вы открыли сейчас бездну поношения на вас. Вы увидите, как люди вас ненавидят. Вас за людей-то не считают. А я молюсь за вас каждый день. Патриарха поминаю. Ко мне пишут епископы, чтобы помолился за них. Я за всех молюсь. Я пенсионер. У меня времени свободного вообще нет. Вот сегодня я встал в 2 часа ночи. В 2 часа. Представьте, а ложимся всегда. Ну кто как может. Днем не ложиться. Встаем в 4.40. Ну, войдите в наш режим. И вы увидите. Считайте 118-й псалом каждый день. Он мой псалом. Ну, а попутно 117-й захватить. 119-й. Для разгона мысли. Дальше. Издуется скоро. Вот так хорошо. А я пишу, чтобы поддержать вас. Мы с вами и молимся вас. Помоги вам Господь. Поддержать. Это вроде анекдота рассказывает. Когда умер Брежнев. Уже все. Ну, это прошло время какое-то. В аду. Там кто-то следующий пришел. И он, говорят, избрали Горбачева. А кто его поддерживает? Никто не поддерживает. Сам ходит. У него смысл слова-то другой. Меня поддерживать молитвами можно. Она это знает. А то дальше. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. Отличное занятие. Воскресный ролик. Воскресный ролик. Почему-то с вчерашнего дня не виден ваш сетевой статус. Зеленая точка. Вроде как нет вас в сети. Хотя вы и присутствуете тут. Вот, ну, тоже. Дальше. Владислав Марущак. Парламент Греции легализовал однополые браки. Дожились. Дальше тут надо смотреть. Я посмотрел. И сейчас материал покажу. Ну, второй материал. Право на семью. Слава Богу. Благодарю за молитвы. Все решилось. То есть он определенное что-то не ладилось. Мне пишет. И тут же все пишут. Там выполнилось. Тут сделалось. Там это Бог делает. Повторяю. Молитва моя ничего не значит. Я просто знаю, что Бог мой щедрый и милосердный. Молитва открывает двери для милости Божией. Абсолютно ни при чем здесь я. Храни вас Христос. Ну, тут об одном человеке пишет. Сергеев много. Но имя такое стандартное, как Игоря. Интересно. У нас четыре щтеца. И все четыре Игоря. Я сделал такую фотогалерею. Четырех Игоря. Все щтецы. Два из них Игоря Владимировича. Никакой фантазии. Ну, называйте по календарю. Я говорю. Климент Ефремович Ворошилов. Где Климент? И где Ефремович? А этот человек был известный. Иосиф Виссарионович. Иосиф Виссарион где? Только там какой-то лжехристос в Красноярском крае. Дальше. Вот у нас приехал Никита. Никита Андреевич. И потеряй в Киеве Никита Андреевич. Да того интересно. А то тот Сергей пишет. Какой-то. Я специально назвал его первым. То есть он в молитвах моих первый стоит. А фамилию скрываешь, чтобы человека не трогать. Бояться почему-то все не знаю. Вот. И вот он пишет. Его кавычки открыты. Если бы Игнатий Тихонович нес свои утверждения, тезисы в духе кротости, со смирением в сердце, то все было бы совсем иначе. Вот знаете что? Вот это вот люди говорят, которые не ходят нигде. Вот у нас в Потеряевке там Володя такой тоже есть. Вот если бы по-другому, тысячи людей были. Я говорю, ну так ты по-другому. Ты покажи, сделай. Ну что ты залезла? Уходи, это там на голубях. Давай. Опа. Давай. Опа. Покажи. Все знаете. Ну вот в духе кротости. У православных что главное? Это прелесть гордыня. Как там в Америке этот баптист Скоротовский пришел, то из баптистов ничего не узнал. А только прелесть гордыня. Два слова. Как прилипли с двух сторон. И вот зажатое, между этим гнильем. И он теперь идет прелесть гордыня. Прелесть гордыня. Ну и теперь я должен согласиться с этим. Что? Дальше что? Свой багаж знаний, дар слова, подвига, скета, он разменял на банальное. Гнев, тщеславие и гордость. Гнев, тщеславие и гордость. Ну я должен ответить. Гнев. А гнев, Златоуст говорит, это чувство, которое Бог создал и вложил в человек. Они не понимают. Иисус с гневом воздрел на них, говорит, скорбя, об ожесточении сердца. У нас была одна пришедшая из баптистов, и она Писание хорошо узнала. Говорит, Христос почему никогда не гневался? Я говорю, а как ты это узнала? Ну это же гнев. Он не творит правды. Гнев человеческий. Когда по-человечески гневается, не так, не по-моему, пнул, ударил там. Вот епископ, чтоб не был бийца. Вот епископ бьет там какую-то монахиню, срывает с нее апостольник там. Вот сейчас пишут, сколько про Максима Дмитриева, там где-то в Ельце. Вот это гнев. Не бийца, чтоб был. А гнев, это чувство от Бога. Ну куда употребить? Вот с гневом Илья что делает? 850 голов отрубил. Прошел страну, испепеляя ее. Было? Да. Христос с гневом изгоняет. Как? Вы что думаете? Мои хорошенькие пришли, дайте я вас проглажу бещом потихоньку. Он опрокидал, летело все. С гневом посмотрел, когда мешал там Елим, волк, враг всякой правды, сын дьявола. К иану крестителей идут, змеи по рождению хидины. Как он говорил-то? Ну войдите в это, вот посмотрите. Иисус. Есть такой фильм по Евангелии от Луки. Зарядите. Это лучший фильм. Времен перестройки, да и сейчас. Вот гнев. Ну и что? Гнев, а где вы видели, что гневался несправедливо? Как? Вот я сейчас говорю, вот не та интонация, ну другого мне не дано. Я отвечаю. Вы православные, я не православный. Моё православие хватило, чтобы неправославные стали православными. А ваше православие только из православия отгоняет секты. Люди, видите, ничего здесь нет. Бог по делам будет судить. Моёго неправославие, лжеправославие хватает, чтобы сектанты делались православными, делались священниками. Дальше. Ещё что тут? Счастлавие. Ну ко мне от тщастлавия это вообще уже не понимать даже, совершенно не понимать. Какое? Во-первых, Я на самом низу социальной лестницы. Все время меня давят, бьют, сажают, отбирают, конфисковывают власти. Какое тщеславие? Чем? Чем? А вот сказали вы, но я сказал, подражайте мне, как я Христу. Вы не можете этого сказать. Вам нельзя подражать. А эти слова Павловы, они мои слова. И на тех, которые поступают так. У меня одна копейка есть, я из нее рубль сделаю и пущу на дело Божие. Ну и что бы ни взял, у меня все оригинальное. Вот я сейчас посмотрел, вчера только, делаем дело, таблички вешаем, что идет видеозапись, вот такая вот, для интернета. Я не знаю, пять или шесть только повесили в храме, со всех сторон, на улице. Еще вот сколько есть, еще будут повешены. Ну что бы ни взял, у меня все оригинальное. Почему? Потому что я не думаю об оригинальности, я просто делаю. А когда оборачиваюсь, вижу, что нигде такого никто не делал. Никогда канон Андрея Кривского возвести на три ступени, издать комментарий на Блаженного Фефилакта, издать симфонию на экономической книге, лучшую в мире. Новый завет издать, вот в трехтомнике у нас, это впервые такой, чтобы с откровением было и с иллюстрациями. Я вообще не выдумываю ничего, оно само у меня потоком идет. И вот эту тему я не выдумывал, каждое утро давать. Ну покажите еще православные, где это делают, чтобы все выложить, плохое, хорошее, тщеславие. Ну и покажите, где я тщеславился, я хочу избавиться от него. Покажите и гордость, ну еще и гордость. Ну еще, впереди прелесть забыл сказать этот Сергей, прелесть надо сказать было. Ну и гордость где, и чем я горжусь. А чтобы не говорил, не знал, чтобы умерло. А как раз то, что мы делаем и говорим, это подвигает людей изменить жизнь. Дальше. Смените гнев на милость. Гнев на милость. Обожди. Ну конкретно, покажите гнев на милость. Так, Никита, ты вот сидишь передо мной, тебя жалели. Я тебя с гневом обрещаю все время или без гнева? Без гнева. Так, и какое я должен сейчас изменить на милость? Что я должен менять в твоем отношении, в отношении тебя? Ничего не надо менять. Ну тебе полезно от того, что я тебе такие разборы делал летом и везде там, каждое делал, и на работе там, и где что-то поломал. Я ничего тебе не оставлял без внимания. Тебе на пользу пошло? На пользу. Володя, а ты что скажешь? Заметно в нем шахоизменения какие-то? Ну есть. А? Есть, но не до конца еще. Ну вот, ну, значит, работа идет. Дальше. Вячеславина крутость. Ну, я не знаю где, не могу ничего это сделать. С тщеславия, во-первых, я знать не знаю его. Кротость, ну, крутость какая мне дана, я стараюсь быть кротким. Принесите свой плод публичного покаяния. Публичного покаяния. Вот еще надо. Вот что интересно, мне когда задают, а вот вы так понимаете, а год назад как понимаю, ну, человек-то развивается. Я уверовал 53 года назад, и мне как будто Бог взял и сразу дал. И то, что я говорил тогда, сейчас смотрю, люди говорят, у вас изменения, только я углубляю эту тему. Ни в одном вопросе мне не приходится пересматривать. Мне Бог дал, избрал, мне и сразу вложил. И все. Почему апостол Павел призывал Петра и других покаяться, что поступают неправильно лицемеры? Даже Петр лицемерил Варнава. Почему на Павла это не могли сказать? У меня путь похожий на Павла. Я нигде не лицемерил. Публичного покаяния. И тогда они, идущие сзади, повернуть назад, и они тогда вдруг сразу впереди оказались. Я их очень хорошо понимаю. Публичного покаяния. Покажите по пунктам. Дайте мне программу покаяния. Если я говорю, я говорю для того, чтобы исправились. Призывайте к покаянию патриарха. Всю патриархию. Священников. Запились которые. Голубое лобби это. К Андрею Кураеву обратитесь. Призовите их к покаянию, чтобы они не развращали русский народ. Папа, не давили людей на машинах своих. Я этого ничего не делал. Дальше. Вот мой призыв к дорогому мне человеку, Игнатию Тихоновичу Лаппу. Я услышал и не знаю, что делать. Мне нужна программа. Я выйду и открыто всем принесу в гордости, в тщеславии и в гневе. Где-то, ну, у меня такой голос. Если вы шепчете, ну, шепчите, я ваш голос не поднимаю. Я всегда стоял на вершине и кричал. И поэтому голос мой уже не изменить. Я все время на площади, где во время советской власти. Вы еще покажите, возле Кремля там какой-то храм. И я стоял и на всю площадь говорил, когда люди выходили. В Кремле, в храме Василия Блаженного, в Эрмитаже, там, в Третьяковской галерее. Места нет, где бы не проповедовал. В метро. На Лубянке. Это я только присчисляю малую часть, где проповедовал. И каким бы голосом я говорил. Я 53 года на полный голос говорю. Да еще насчитать 50 книг. 50 книг аудио. Златоуста и прочее. Дальше. Калимая. Игнатий Тихонович, какой смысл Сергей вкладывает в эти слова? Дух кротости. Причем дух написано с большой буквы. Хотя в Библии написано с маленькой. И это дух есть дух человека. Правильно. Правильно. Ну, поошибся, может быть. Галатам 6.1. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. В духе кротости он не так делает. Я знаю, что это такое. И вот Царствие Божие внутрь вас есть. Лука 17.21 Ибо Царствие Божие не пищи и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Римлянам 14.17. Православное. Главу от стиха отделяйте двоеточием. Не запятой. Запятой отделяется стих от стиха. Вот 17. И нам нужно 21. Тут запятая 21. Если тире, то считать нужно пакет с 17 до 21. Даже это не могут понять. И в Библии православной везде через запятую. Хотя симфонии пишут через двоеточие. Дальше. Мир и радость во Святом Духе – это внутреннее состояние человека-христианина, его души и сердца. По всей видимости, имеется в виду, что при соблюдении определенного этикета, то есть как нужно беседовать с людьми, как, например, беседовали такие православные, как Иоанн Кристианкин, Николай Гурьянов, Архимандрит Кирилл Павлов. Нужно им подражать в этом, потому что это является эталоном поведения для православных. Ну, я их не сужу. Так я знаю, что это вопреки тому, что Христос сказал. Не сказал, сидите в монастыре, а к вам пойдут. А он говорит, выйдите. То есть, наоборот, все пошло. Ну, пожалуйста. Дух Святой в таких живет. А не как иначе. По мнению бытующему сегодня в православии. То есть определяет, где Дух Святой, где что. Да кто вам дал право определять-то? По плодам, еще раз бы, по плодам. А плоды, ну вот, покажи плоды без дел твоих, Эдверу. А я покажу из дел моих. Вокруг меня люди, которые пришли все, вплоть до жены. Это все мой труд перед Богом. А человек получает награду-то за труд. Так ли это? Или же такой взгляд слишком узок? И есть вы. Надев эту личину, такого смиренного старца, будете говорить все то же, что говорили о монашестве, о мощах, канонах, епископате, церковно-славянском языке. В общем, обо всем ничего не меняет. То таким образом всех противников обратите на свою сторону. Обратите, он говорит. То есть я буду делать, как они говорят, к чему призывают. Буду тихо, мирно, смиренно. Ну, голова между ног вот так как-то надо приспособиться. И они примут то, что вот это говорю я о мощах и прочее. Да не примут, дело-то не в этом, каким голосом я говорю. Потому что они в это вросли. Их оттуда не выдрать уже. Это их участь. Но я сказал, отошел. Я их не влеку никуда. Верно ли я понял, Сергей? И верно? Или все же ошибочно такое его понимание? Дальше я отвечаю. Ответ. Вы верно поняли. А понимание его хорошо бы подтвердить кому-нибудь на практике. Вот весь мой ответ. Вот кроткий, стяжите дух мирен, спасутся тысячи. Серафим Саровский. Ну, сказал Серафим Саровский, то это не сегодня сказал. Речь идет о столетиях. Ну, покажите одного человека, где был дух мирный, спаслись тысячи. Если он сказал, и ни одного этого не было, это мертвые слова. Если он так и говорил их. Давид говорит, я мирный, но только заговорю, они к войне. А тут именно не говори, они будут смотреть такой мирный, тихий, и они спасутся. От чего спасутся? Семьи бросят? Детей бросят? От чего они спасутся? Вера от слышания, слышания. Говорение, это и глухонемые показывают, вот так вот, от говори. Слышание. А слышание-то не от побосенок, не от во сне, что видел там монах во время тонкого сна. От Слова Божия. А от Слова Божия это спрятали. Его не давали. Перевели-то в 1876 году, только тысячу лет Россия была без Евангелия. Вот кто ее загнал в этот тупик-то в революцию. Дальше. Александр Каверин о моем мире. Доброго дня вам, Игнатий Тихонович. Уже с полгода смотрю ваши видео на канале и подписан. С радостью посещаю ваш сайт. Здесь только зарегистрировался, еще не освоился. Узнал, что вы тут тоже есть. Спаси Господи вас, благое дело делаете. Ой, какие письма. Сергей Дохнов. Игнатий Тихонович, приветствую вас. Скажите, где можно приобрести златоуста, начитанного вами? Дело в том, что скачивать по одному файлику просто кажется нереальным. Вот он сказал и все. Это на нашем сайте. Ну, чтобы было понятно, где наш... Я сейчас покажу. Вот. Вот сейчас ткну только сюда. И вот наш сайт. Смотрите. Вот он, как выглядит наш сайт. Это не форум, сайт. Православный библейский сайт. Это спорят. Да у православных разве может быть библейский? Может. А теперь вот смотри. Звук и видео. Вот. Вот внизу. Я его нажал. И сразу вот что? То, что я насчитал. 50 книг. 50 книг. Это 12 томов златоуста. 12 книг жития. Добротолюбие. 5-4 книги Григория Дещенко. И далее там Серафима. Ефрема Серина. Там и Облаженного Августина. То есть. Вот я насчитал. Вот он я сижу. Это помоложе был еще. Вот и вот мои дела какие. Теперь я нажимаю златоуста. 12 томов. Вот оно. В каждом томе сколько файлов. Вот они файлы. Ну, а дальше тут много что сказано. Какой порядок. Теперь вот. Теперь я все это перекопировал. И показал. Вот оно где. Златоуста в аудио. И я ему даю данные. Один файл сколько? Один час 35-40 минут. А сколько всего файлов? 313. Вот так. Общее звучание? Общее звучание 520 часов. Вот оно где. Нажмите вот это вот. Что вы найдете. Дальше. В общем можно за пару-тройку дней скачать все. Все. По-другому пока нельзя. Ну, скачивать-то легче. Ну, придумайте там. Найдите где быстро скачивать. Пока другого ничего не мог сделать. Так это. Они начитаны были тогда бобины были. Ленты. Каждый год. Ленту нужно было два раза перематывать. Магнитное напряжение снимать. Чтобы звук не испортился. А у нас около 30. Кого? 30 там. Сейчас расскажу. Перестройка только сколько идет. 20 лет. Да, в общем так. В 86-м меня арестовали. Ну, вот и считайте. С 86-го-то. Да. Ну, 20 лет даже возьмем туда-сюда. 20 лет спрятано лежало. Что-то в земле было закопано. И поэтому, когда переводили цифровое, там и скорость не-то там подрезали. Но это сохранили. В руках КГБ не было. А где было, там они там размагничивали, отрезали концы и прочее. Ну, выставили. К слову скажу, что у меня еще не распаковано интервью. И все-то как Александр Менем, другое. Такие вот подобные. Еще 2,5 тысячи часов. Я ездил вот с таким огромным магнитофоном. Вот он где. О, где. А потом уже стал Романтик 304. Вот я считаю, так я... Серия книжечек была современной религии. 14 книжек. Там буддизм, православие, там баптизм, там Митрохин Лев Николаевич пишет. Католицизм, Мщедлов, академик. То есть разные там мормоны. Я старался все эти книги достать. Они брошюры толстые, большие, хорошие были. Самое хорошо написанное было это баптизм. Митрохин Лев Николаевич. Ну и прочитал что? Ну любой, скажите, вы читали? Ну если читали дальше что? Я в Алтае живу. А то, что я немедленно решил найти этого человека. Купил этот магнитофон на батарейках. И в Москву. Я его нашел. Он приходит с одним профессором. И у памятника там, кажется, Горького мы сидели. Или Маяковского, не знаю. И я его записал. Задавал ему вопросы. Правда, тайна. В сумке стоял. Розов. Этот был. Драматур. Сергей. Вот. Так, кажется, звать его. Я приехал в литературный институт. Там считал стихи. А потом отдельно у него взял интервью. Так он микрофон у меня прям взял. В руки давай говорить. Я все записал. То есть у меня очень интересный архив. Не распакованный. Как сделать это? У меня не сил нету. И тебе надо оцифровать это все. И что дальше? Вот я ему дал. Вот сколько показал. Каждый том, сколько файлов. Посмотри еще раз. То есть каждый том. Это не одинаковое. Вот два одинаковых только есть. Это какой? Восьмой и девятый. Ну я их начитывал. Кое-что перечитывал. Не получалось где-то. Там жития святых. Точно такая же. Новости Сирии. Сирийцы показали боевикам ИГИЛ правильную казнь. Вот запомните. Заряжните. Правильная казнь. Как они там так же. Те казнят христиан там проще. И эти захватили их. И та же. Ну те идут. У них так стол. Берут ножи. И каждый режет. А у этих пистолеты. И привели они все на цепи. Наручники. За одну общую цепь. Поставили на колени. А потом пистолеты. Закладывают сюда. Себе. И уходят. А их оставляют. Те до того. С того света вернулись. И перед ними мула. Или кто начинает говорить отпускает. Вот по-христиански. Вот что Бог делает. Дальше считаем. Михаил Кальмаев. Два комментария от людей. У которых разные отношения к вам. Как шутка. Смешно. Но недоброжелатель говорит верно. Как и доброжелательница. Главное недоброжелатель. И доброжелатель говорят верно. Одинаково. Дальше. Так и есть на самом деле. Игнатий Тихонович Лапкин показывает. Где православие настоящее. А где действительно лже-православие. Вот и все. Галина Лямкина. Как хорошо, что есть еще такие как Лапкин. Благодаря ему многие поймут. Что такое православие. Дальше. Русско-православное. Я не знаю. Откуда это. Это он с Куратовский что-то залез. Вот истина. То ли подставили мне. Я не утверждаю. Но он говорит. Что такое православие. А он тогда говорит. Что Лапкин благодаря ему. То есть через меня узнает. Что такое лже-православие. Это тоже правильно. Вот оно что. Вот оно что. Одна говорит. Узнает православие. Дальше. Две минуты назад скинули вот такое. Русское православное общество. Посмотрите кто-нибудь. Дальше что-то я не смотрел. Истинная суть московской патриархии. То есть что. Религия антихриста. Экуменизм в действии. Уже не стесняется проповедовать таким образом единого Бога для всех противников Господа Христа. Гундяев один из предтечен Тихриста. Это он ко мне сбрасывает все. Почему служители МП набросились на деятельность Игнатия Тихоновича Лапкина. Главная причина это значительно более достойный образец православной жизни в общине братьев Лапкиных. Этот образец обличает серьезные духовные болезни московской патриархии. Ну вот он понял это. Вот смысл в этом почему они гонят. Жизнь в нравственной чистоте. Жизнь общинная. Жизнь вне города. Который превращается в Вавилон, Содом, Египет. Общинная жизнь где есть старшее, но есть и настоящее. Братство. Всего этого уже давно нет на приходах МП. Приходская общинная жизнь в МП умирает. Потому что ее убивают. И заказ на убийство исходит от слух антихриста Кирилла Гундяева и Илариона Алфеева. Игнатий Лапкин занимается людьми. Почему? Видите что говорят. То есть я беру хорошее, плохое, но соглашаюсь, не соглашаюсь, но оповещаю. Что пишут? Потому что им движет любовь к Богу и к ближним. Отсутствие любви главный недостаток МП. Община братьев Лапкиных совершает труд, с которым не может сравниться труд нескольких епархий МП. Слава Господу Христу за это. А иначе быть и не может. Ведь сегодня служители МП, они служат своему достатку ради власти и денежной корысти. В общине Лапкино, как и в любой настоящей православной общине, не может существовать магазин церковный. Служители МП сегодня не могут совершать свое служение без церковного магазина. Потому что они, как и во времена земного служения нашего Господа Иисуса Христа, уподобились иудейскому Синедриону, который превратил Иерусалимский храм в дом торговли и вертеп разбойников. Сегодня таковы приходы МП. Ну это действительно так. Можно спорить о некоторых вероучительных вопросах, но в 20 веке, в начале 21, за все это смутное богоборческое время сатана потрудился по созданию лжеучений, ересей и лжецерквей, в которых господствуют лжепастыри, чтобы запутать людей. Вот он считает, я не считал еще утром, я не считал, просто онлайн, как говорят, хорошее сейчас, про меня плохое будут говорить, мне никакой разницы нету, совершенно. Одна из таких лжецерквей – это Московская Патриархия, созданная в 1943 году по инициативе и по чутким руководствам спецслужб СССР. Так что жаждущие и алчащие правды утверждались в православной вере опытным путем, через гонимых советской властью и ее верной помощницей МП – настоящих христиан, староверов, катакомбников, зарубежников. Вот она всех гнала всегда, это абсолютно, она не может по-другому быть. И на этом пути никто не был застрахован от ошибок, в том числе и вероучительных. Но алчащих и жаждущих Божьей правды Господь утешит, напитает и приведет в разум истины и единство веры. Православной. Можно не сомневаться в том, что общинная православная жизнь общины братьев Лапкиных больше содействует трезвению, бодрствованию и чистой нравственной жизни каждого члена общины. А на приходах МП полная нравственность за разложение, позорящее звание православного христианина. Так что реакция служителей МП – это проявление зависти и ненависти. Вот истина так. Которые подобны зависти и ненависти иудейских служителей во времена земного служения Господа Иисуса Христа. Вот их надо призывать-то, призывать-то к покаянию их от тщеславия. Как они тщеславятся и выходят. А у меня ничего нету, совершенно нету. Хоть вальдик, хоть что возьми, заплата на заплате, рвань на рванье. О чем сижу, даже выбрось на улицу никто не подберет. У меня это праздничное. Как чем бы я тщеславился? Дальше. Алексей Коранов. Три часа назад. Да. Прекрасное занятие по Библии. Да благословит вас Господь. Это Греция. Ну это полностью как голосовали, сколько за однополые браки, чтобы проголосовала в Греции. А почему? Да потому что она на подачках живет, у нее ничего нету. Это одна из самых бедных, самой попрошайки. Нигде столько за дорогу не берут. Сто километров поедешь, опять перекрыли 14-20 этих стоит пунктов. Непрерывно. Крохоборы. Они всегда были такие во времена царя Алексея Михайловича. Приезжали за дарами и этого Никона, Мордвина подвигли, Россию вниз спустили. Эта реформа никому не нужная была, вредная. Разделили, кто раскол-то произвел-то. Кто? Не старые люди, как верили, как Сергий Радонежский, как Антоний, Феодосий. И вдруг перевернули. Не так персты, то другое. Что сделать? А сейчас боятся раскола. А сами живут в расколе. Это раскольники главные. То есть не каньяне, а главные раскольники, не старообрядцы. И сейчас кто раскольники-то? Ну не те, которые веровали, или мы как к расколу, мы ничего не раскалывали, у нас нету. Мы просто уверовали. У нас люди пришли не из московской патриархии, а община была образована независимо от них. Приняли нас туда, в зарубежную церковь, мы оттуда не уходили никуда. А то, что вы сейчас сделали так, чтобы поразить пастырь, рассеются опцы. И то, что приходит вор, наемник бежит, он бежит от вас. Ну и предали нас там, а мы остаемся прежние. Мы-то ничего не сделали. Спрос-то не с нас будет. Дальше. Ну, так, Лента Новостей. В Конституцию Абхазии внесена поправка, запрещающая аборты. Ну, ты ж, какие поступили. Денис Д.Х. Игнатий Тихонович, не обращайте внимания, мы вам верим. Дальше. Сергей Харитонов. Вы же владелец оригинального ролика. Если у вас украли ролик, то нужно пожаловаться на канал. Дальше. Сергей Агафонов. Они также затаились, как змея в охапке хвороста, которая Павла укусила в руку. Видишь как? В конце покажут лица свои, а там также будут сброшены в огонь. А Игнатий не потерпел никакого вреда. О, видишь, какие слова. Владислав Марущак. Слава Иисусу Христу. Игнатий Тихонович, прокомментируйте статью, пожалуйста, в своих видео, вопросы и ответы. Не могу, даже не смотрел, некогда. Православная община. Русская православная община. Ну опять, видя она, и что тут? Легче сидеть с наушниками в студии, чем ежедневно созидать православную общину, в которой торжествует настоящее православное братство. И победа над грехом. Ну это имеет в виду, там сидит Самсонов, Дудин, с ними там Скоротовский говорит. Тут понятно, что говорят. Что еще поступило? Вот сейчас мы посмотрим. Вот. Ленточный. Ага. А это опять уже 318, наверное. Сейчас посмотрим. 318-й лет, наверное, 319-й. Так, тут мы это уже смотрели. Это вчера было. Сегодня новый. Ох, какой. Михаил Васильев. Ох, какой мужик. Настоящий мужик. Ну и рядом стоит кто-то слева. Худенькая женщина. Игнатий Тихорович, если будете в Туле, напишите. Нет, пока в Туле не будем. Мы были несколько раз. Были там. Хорошо нас приветили. Снабдили всем. Дальше. Женя Шевчук. Время для скайп-занятий не очень удобно выбрали. Люди в это время на работе еще. А так бы я присоединился к вам. Ну, видите. Это у нас-то уже 6 часов вечера. И люди через полтора часа возвращаться или по скайпу-то позже. Вообще уже нет. Ну, некуда. Ну, пока никак. И дальше. Случайный прохожий. Николай Н. Пришел ко Христу через духовное равнение на качество Сталина. Зои Космодемьянской, Молодой Гвардии и других многих героев. Вы не раз Сталина осуждали. Говорили даже, что Сталин хотел напасть на Гитлера, но не успел. Объясните, почему так. Мне кажется, вы глубоко ошибаетесь относительно его свидетельства. Ну, ладно. Есть такой историк. Лучший историк сегодня. Это Виктор Резун. Или Виктор Суворов. Аквариум там зарядите. Там все сказано. Его весь мир знает. Это уже доказано. Сталин опоздал на две недели. Там все данные выделены. Почему такое поражение невиданное было? Дальше. Если в ВК есть группа партизанская, правда партизан. Создатель этой группы создал некую смесь религии, науки и чего-то еще. Впрочем, создателя группы я бы приравнял к Валаам. В своих книгах создатель о данной секте посягал и на Христа. Через ролики этой группы я пришел к покаянию. А через равнение на Сталина и Зою ко Христу. Вот как еще бывает. Ссылка на группу. Было бы интересно услышать ваше мнение по этому ролику, если не побрезгиваю. Нет, побрезговал. Заранее сказал, побрезговал и смотреть даже не буду. Мне это не надо. Здесь что у нас? Ну, присоединение. Я не знаю, почему-то у меня тут маленько не так. Вот какие тут? Как закрыть надо вообще-то? Ну, а если я тут закрою. А теперь дальше вот это. Ну, это и есть. Это и есть. А как ее закрыть? Ну. Ага, вот она. Новосвете Библии. А, вот она. Это открытые, которые... Ну, ладно. Вот мы посмотрели, что у нас тут еще сегодня. Ага. Вот оно что. Из прошлого взять. Из писем. Сергей Хлыновский. Игнатии, вы совсем другие. И люди живут с вами, отличаются от других. Одежды вы носите совсем другие. Сын на губной гармошке играет. Счастливый ты. Пусть вас Господь благословит и покроет любовью. С Рождеством вас Христовым. Вот. Железные кони. Видите, я сижу на этой тачанке. А Сергей Пупков держит меня. Где-то. Пусть догадайтесь, в каком это городе. Железные кони. Здорово как сделано. Какие кони. Прям бидно. Это вылить надо было. Сначала макеты делать. У-у-у, как трудно было. Вот она с Рождеством Христовым. Дальше. Юлия, что пишет тут? Юлия Терехова. Спасибо огромное, батюшка. И вас сердечно поздравляю с Рождеством Господа нашего Иисуса Христа. Помощи Божией вам во всех ваших земных трудах. И начинаниях. Духовной радости в эти святые дни. Ну все. Павел какой-то тут пишет. Что он пишет? Павел Камбалов. Спасибо. Зайду. Но пока времени не хватает. Честно. Да. Дарья Френа. Дарья. Благодарю за просвещение. Интересная и насыщенная у вас жизнь. Видите, сколько я показываю где-то. Вот. Это мусульманка пишет. Тамира Тагеева. Тагеева. Мира вам. Спасибо большое за сообщение. Удачи и любви вам всем. Вот так. Еще что? Валентина Герасимова. Игнатий, спасибо, дорогой. Несколько раз просмотрела вас. Вашу фотосессию. Все стихотворения. Ну, с удовольствием. Удивленно разглядывал. Ваше такое уютное сообщество. Как замечательно в таком коллективе молодых детей и стариков. Так и должно быть. Каждый возраст имеет свое предназначение. Очень понравилось, что вы соблюдаете старинные русские обычаи. Во всем чувствуется взаимопонимание и доброжелательность. Видите, какие отзывы люди, которые видят. И что? Тут я показал мои где-то. Вера Грекова. Вы знаете, я посмотрел один сайт. Он меня просто поразил. Как хорошо и прекрасно вы живете. Ах, хор, какие дивные голоса. Это просто можно заслушаться. Вы, батюшка, очень хороший. Все делаете для людей. Я желаю вам процветания и всего самого хорошего. Спасибо вам за все. Валерий Обидин. Игнатий, добрый день. Видно, что вы чем-то занимаетесь в своей общине. Чем? Ну, дальше я объясняю. Кто я, где проехали и прочее. Что мы вот отсюда хотим? Ну, вот оттуда начни. Я лично или кто? Мне 73 года. Являюсь старостой нашей крестовозыжинской общины со дня ее основания. И называю основателем ее. Все годы вел занятия в пяти университетах, во всех отделах милиции, в воинских частях, на заводах. Благовестник-миссионер. И он сегодня выскакивает какой-то там в три раза моложе меня. Ну, он ничего не знает. Просто хам из хамов. И уже лжеправославный. Ну, успокоится. Один раз злаял там, изблевал на меня. Ну, и дальше делай свое дело. Он не может ничем. Вот это видно, одержимость бесовская. Как бы это огонялся за человеком? Ну, один раз сказал и все. Сказал, напечатал. За лето проехали 240 городов и районных центров. Написал до этого 38 книг и подарил библиотекам страны на 3 миллиона 150 тысяч рублей. Это за два года только. Только за два года. Создатель детского лагеря Стан и его бессменный начальник 40 лет. Теперь 44. Ну, и дальше спросили, я ответил. Скажут, а ты хвалишься. То есть умирает прямо от этого. Ну, это Христос родился в Славите. Вот, какие есть. Это что? Александр Темиров. Почитаю ваш форум, Игнатий. Не знаю, что ей сказать. Выходит, что вы меня из-за брата не признаете. Христос меня спас от погибели еще в 91 году. То есть это, видимо, не православная. Я ему сказал, православная церковь, а вы не церковь. Видите, он обижается. Но я сказал. Когда в Питере ни американских, ни русских проповедников не было, ни одного на улицах. А приехали две китаянки. И у них я взял буклет протестантский на улице. И прочитал ответ на мой крик души. И Христос спас меня и вошел в мою жизнь. У других сектантов, единственников. Дух Святой вошел в меня. И все бесы выскочили в один момент. А единственники означает, не признает троица. Я их знаю где-то. Ну вот ответ. Я ему сказал, а ты меня не признаешь. Ну я сказал и все, на это. И теперь я вижу, что ваши отношения православных к неправославным гораздо худшие, нежели к иноверцам. Удивительно. Чудны дела твои, Господи, а дела детей твоих еще чуднее. Ответ. Да, я ответил. Ну ответил кто-то так такое-то. Ну, считай. Ответ. Если бы на моем форуме, то поисковик заложите всего на две темы. О священстве и о церкви. Там все для вас только полезное и целительное. От самообольщения и заблуждения Весовского. Не уходите, иначе будет слишком поздно. Вот так. Александр Темиров. Драгоценный Игнатий. Во мне ни обольщения, ни заблуждения нет. Я исследую Писание 22 года. Оно мой авторитетный источник истины. А вам еще долго предстоит бороться с самим собой, доколе не достигнете, что Христос все уже совершил на кресте. Чисто, видите, сектант. Он ни одного святого отца не знает. Он над собой трудится. Но рядом другой сектант, а их там, где я обратился, в Венсполсе, было уже тогда много-то. Ну, а рядом-то тоже. И все одинаково. Вот которые в одной группе понимают одинаково. Другие там адвентисты понимают. Это явно, что влияние какой-то человеческого фактора, как говорят. Дальше. Людмила Абдулина. Эту фотографию надо выложить в интернет на обсуждение. Какую зарплату надо получать, если платить за туалет 25 рублей? Позор стране. Очень хорошая у вас церковь. Я рада за вас. Видно, что дружный коллектив и прихожане. Спасибо. Нина Серебрякова. Спасибо. Стихи проникают глубоко в душу. Ну, ладно. Тут еще один. А, дешевле я фотографию поставил. В Москве идем. И туалет я вот так за голову взялся. И показываю. Но это тоже обсуждает. Светлана Хмелева. Здравствуйте. С Рождеством вас. Хочу попросить молитвы за меня у вас. Болею постоянно. Антибиотики часто очень. Ну, вот она о болезнях говорит. Редко очень бываю в храме. Как-то жутко и лень. А, кажется, такое было уже у нас. Было, было, да. Было это. Но это вот не было. Я пропущу еще подальше. Ну, вот отсюда считайте. Елена Тарарина. Игнатий Тихонович, какая же у вас насыщенная жизнь. Откуда же столько энергии? Мне 40 лет, а я так устаю. Глядя на вас, диву даешься. Дай вам Бог еще здоровья на многие лета. Да. Алекс Светхарт. Внешное сердце. Да доброго вам дня, Игнатий. Какие вы смелые и благородные в своих делах. Лидия Иблева. Вы просто молодец. Восхищаюсь вашими духовными силами. Мы соседи. Я живу в Бийске. Вот смотрите. Город Фокина. Только что я вышел, библиотекарь вышла. Она встала. Я говорю, нет, женщина должна быть с левой стороны. Она встала. Посмотрите на нее, какая она женщина. Мы один раз только встретились. А может, я с вами сфотографируюсь? Сфотографировались. И вы даже не ожидаете. Вот представьте, я в дороге, там в дыму весь. Ну, на кого смотреть-то? Сморчок. И она ко мне повернулась. Разрешите, я вас поцелую. Понимаете? Меня за мужчину, как дед Щукарь говорит, за производителя признали. Ой-ой-ой. Вот. И она повернулась и меня поцеловала здесь. Вот я ее запомнил. Фотографии у нас сфотографировали. Вот. Лидия Ивов, я постараюсь. Одновидь Тесленко, вы настоящий герой. Напишите про свои дела рассказ. Вот так. Ну и дальше, что люди пишут о дневеков. Татьяна Войдилова. Да, натерпелись вы. Но ради бога можно и потерпеть. Вы побывали почти в тех местах, где я прожила большую часть своей жизни. А жила я в Дальневосточном округе, только немного севернее. Поэтому представляю, что вам пришлось пройти. Дай вам бог и силы, и мужество. Интересно, мы когда были там, я знаю, там уссурийские тигры есть, а у нас собака. Она еще тогда менее известна была. Она стала после первой поездки чемпионом Сибири, а потом чемпионом России. Ураган. Немецкая овщарка. Ну, я называю восточноевропейская. Так я его, ну, оставляли на улице, чтобы он охранял там. Он дал знак, но сами палатку ставили. Тут решили нет. Только в кабине и собаку взял с собой. Он ее слопает. И не отпускал бегать, играть, а только на поводке возле машины. И мы оттуда выехали. Вот сколько, смотрите, сколько. Это Светлана Ядренкина. Извините за предыдущий вопрос. Я ничего практически о вас не знаю. Теперь я понимаю, что все, что я читал до этого, это все ваши произведения. Вы молодец. Не все отдаются своему делу на сто процентов. Вот так. Валентина Самойленко. Мурачева, спасибо, Игнатий, за материалы, присланные тобой за фотографии. Очень необходим комментарий ко всем фоткам. Само собой понятно, что непосредственно общение в любой подобный материал не заменит. Будь он самым замечательным. Видите, как человек, когда вот отобщается, столько писем, ты не можешь сидеть на одном месте. Ну, а те, которые нападают, ничего не значит нападают. Да и все желающие жить благочестиво будут гонимы. Я гоним, и отсюда вывод, что я благочестивый. А иначе зачем они гнали? Они даже не понимают, что делают. То есть они дают мне афишу, что мы живем благочестиво. У нас нет ни блудников, ни табакуров, ни сквернословов, никого нет. А те, которые что-то говорят, там покаяние перед всем народом, то это надо показать. Покаяние определенное. А то, что вам кажется издалека, так это не так. Гордость, гордыня, прелесть. Ну и объясните, покажите прелесть. Где эта прель ваша, гнилая ваша жамахерия? Татьяна, Игнатий, я уважительно в восторге от вас. И от того, что вы делаете. Представить просто. А на самом деле я реально понимаю, какие сложности у вас были. И все же я ловлю себя на мысли, что хотела бы тоже пройти этот путь с вами. Видите, как. Валентина Масель. Господь и ангелы охраняли вас. Вы живы и счастливы, потому что выполнили свою святую миссию. Интересно, я отвечаю в книгах, вопросы, которые задавали мне, когда я вел занятия в университете, в милициях, в воинских частях. А у меня с собой люди, которые, я плохо слышу, и записки были. И все это сохранили, записывали что-то. А потом я подробно попросили, теперь уже дома, набраны были книги. Тут был у меня и романах Нафанаил, вот на этих, на палатах спал на втором этаже. Он сильно хорошо разбирался в компьютерах. И книг на 30 только томов было. А вот до 6, до 8 тома он помогал. Я у него научился, дальше уже сам верстку вел, все это уже сам делал. Даже в фотовыводах работал. У меня очень много друзей. Вот что-то тут кто-то зашел. Сейчас глянем. Это в скайп надо глянуть. Где кто зашел? Что они пишут? Семья Домнич. Утро бодрое. Аргументы и факты. Час 20. Чаплин объяснил свое увольнение разногласиями с патриархом Кириллом. Протереев Севолод Чаплин объяснил свое увольнение с поста главы синодального отдела РПТС. Повзаемодействует с церкви и общества разногласиями с патриархом Кириллом. Передает РС. А какой это Чаплин? Ну, Севолод Чаплин. А тут написано? Да, вот. Севолод. Ну, вот видишь как, какие дела. Ну, я что тут, она даже сведения дала, я не могу тут ничего комментировать. Дай Бог ему покаяния истинного. Виктор Брязгин. У вас большая семья, Тец Игнатий. Сколько духовных чад, любящих своего пасторя. Это так необходимо в наше время. Вот. Иннокентий Кабачков. Я виноват перед вами, Игнатий, что говорю слова без опаски, что может изменить жизнь. И обратился как к священнику, не зная, что полезнее простите. А мне нужно из прелести выйти и научиться общению, ведь слова просто так не стираются. Ну, вот есть прелесть, он понимает, где у него, значит, что общения нет. У меня общение есть. Какая прелесть здесь. Я в православной, святых отцов признаю. Ну, какая прелесть, в чем? Это очень удобно так, а ты в прелесть. Ну, иди, отскребись от этого. Вот отсюда, священник Анатолий. Уважаемый Игнатий, у вас очень теплые и светлые стихи. А другие даже не признают. Повторяю, у меня стихотворяне, куплеточные все стихи, 3467. Я их выставляю по два каждый вечер на нашем видеоканале. Я их за стихи-то не считаю. И при том, вот, у меня целые пачки лежат черновиков. Тут была у нас девушка, она говорит, а я их выбрасывал все. Ну, сохранилось примерно на 3000. И ни одной по марке нигде нет. Я просто пишу на чистый лист. А как это может быть? Понятия не имею. На молитве, если мысль, я даже на молитве, вот так бывает, черкну. Черкну, а потом беру и пишу. 36 строчек в каждом стихотворении. Против каждой строчки место писания откуда взято. Это называется проповеди в стихах. Это проповеди настоящие. Вот зайдите на наш видеоканал. Вот он где. Вот он видеоканал. Вот он как видит. Посмотрите. Зарядите, найдите. Вот сегодня я выставил сколько? Вот один ролик выставил. Сколько его? Час? Час, ровно час. А этот сколько? 28 минут. А этот? Тоже 28. А этот? 12. 12. Это сегодняшний я выставил. И что еще? И тут 5 минут. Вот, представь, только за день. А вечером выставлю два стихотворения. Вот, каждый день выставляю по два стихотворения. Какое название? Бесчетное число счастливое над нами. Дальше. Бесхозную скотинку велено сберечь. Ну, таких стихов-то не бывает. Еще заголовки. Бесчетно сдрить сокровища владыки. Дальше. Бестырство оголило до пупка. Ну, то есть, вот если я покажу, какие названия стихотворения, там еще человек скажет, да таких стихов не бывает. Бесспорно то, что спорят повсеместно. Бессонницей страдает Артаксеркс. Вот немножко еще. Бессоветность примета наших дней. Бессмертие не в памяти людской. Вот. Я показываю, что название стихотворения уже многое говорит. Вот оно. Бесследно слово наше не проходит. Бесследно ли исчезнут лепестки? А ты какие названия-то? Ну, просто надо увидеть. Ну, вот на сегодня, наверное, у нас к концу подошло. Сейчас прошел, наверное? Ну, 6. Мы сейчас еще немножко прочтем, хотя как-то мне охота сдвинуться дальше. 6 минут осталось. А хорошо. Вот. Лев Фомина, что? Любовь Фомина, спасибо вам, Игнатий, за предложение дружбы. С радостью принимаю ее. Я не предлагаю дружбу. Ко мне просятся. А иногда бывает так, увижу человек, прямо чем-то отличается. Я ему предлагаю. Это очень-очень редкий случай. Вот теперь. Ну, то, что я отвечал, тут не так. Люди, что говорят. Наталья Кондрашевская. Это здорово. Мне не было понятно, зачем мне выслались эти фото без всякого объяснения. Теперь? Да, все понятно. Так как вы понимаете эти строки. Матфея 10.39 Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу ради меня сбережет ее. Сергей Хлыновский. Спасибо, Игнатий, что несмотря на ваши годы, вы делаете Божью работу. За все, слава Богу, что Он вам дает силы и здоровье. Вся слава принадлежит только Богу. Аминь. Надежда Макаровна. Простите за вопросы. Вы проводите миссионерскую деятельность по благословению лица, имеющего священнический сан? Сколько вы лет в православии? Я стал причащаться после молитв священника, который даже не говорил мне, что нужно соблюдать посты и так далее. Достаточно было его молитв. В то время я вела дружбу с экстрасенсами. Батюшка был прозорливый. Он знал это. Однако ничего не говорил. Однако ничего мне говорил. Вот это образец. Он не говорил. Главное, нельзя говорить. То есть запечатанное. Слово это главное, что Бог дал людям. И дети по всему уровню проповедовать. У православных он замолк и молился. Ну даже молился, даже тронуло его. Но он должен был сказать, а потом молиться. Ну нет, ты отошла от этого. Но ты не обратилась. Ты ничего не можешь узнать. Надо Евангелие распространять. Надежда Макаровна. Если я обидела, то простите. Как только сдам годовой отчет на работе, так усердно и займусь изучением ваших трудов. Ага. Ёлка. Элка. Нашла на просторах интернета. Мне кажется, это полезно всем нам перечитать несколько раз и сохранить в закладках. Ложь, распространяемую Антихристом, невозможно узнать, что она ложь. Нужны знания. Эти знания мы получаем от благочестивых старцев. Не имеющих этих знаний легко впадут в прелесть или, как говорят, в обольщение. Мне интересно про Чаплина. Если это Чаплин, то вот Господь как делает. Я теперь скажу, мои труды ему не попадали. Я только молился. А я по неволе теперь буду Бога благодарить, если только так, как и есть. Нужно, чтобы Чаплина на меня вывели как-то. Как Андрея Кураева. А, это неканонические книги. Она говорит, а почему берете это дальше? Я отвечаю. Неканоническими книгами. Они постоянно пользовались святые отцы в своих поущениях, такие, как Иоанн Златоуст. Чтение неканонических книг рекомендовано поместными соборами и святыми отцами. Ладийский, 59 правило, 60-е, Карфагенское, 33-е, Апостольское, 85-е, Афанасия, о праздниках, стихи Григория Богослова и Амфилохия. Вот так. Анатолий Носов. Ну, служил здесь, он показал где-то. Вот. Наталья Кондрашевская. Спасибо, Игнатий, вы воистину несете свет. Я христианка, служу христианской церкви пятидесятников, новая жизнь. Читаю Слово Божье, хожу на церковные собрания и проповедую Слово Божье всем своим знакомым и незнакомым людям. И она все правильно сказала, кроме того, что это не церковь. Церковь там, где есть епископат по рукоположению от апостольских времен. Вот мне говорили, сколько, ну, что бы вы сделали, если бы избрали вас патриархом. Ну, смешно, конечно, но почему не ответить-то? Плох тот солдат, который, говорит, не мечтает стать генералом. Но я не мечтаю, просто говорю, какой там патриарх из меня. Но я говорил, первое, что прекратить строительство всяких храмов. Деньги все эти рассчитать, все у кого брали. И дальше на издание Евангелия. Открыть тысячу училищ в один день. Как? А я беседую с баптистами. Из них, бы учителей этих, они дали обещание не трогать догматику православия. И учить любить Библию святую и нашего Господа Иисуса Христа. Они это знают и умеют. А 50-ки, но сказать, это не церковь. Нет церковь, а вне церкви нет спасения. Да что, они все погибнут? А вот этого я не знаю, я по Евангелию говорю. Я знаю, что в церкви надо быть. В церкви. Дальше. Алла Каргина. Батюшка Игнатий, я сегодня не готова вам что-либо ответить на ваши присылаемые письма. Я вся в раздумьях. Может, это и не важно. Но я думаю, откуда у такого, я бы сказал, высокого священника оказался мой электронный адрес. Все ваши послания, как будто вы меня видите насквозь. Где-то осуждаете, где-то как бы пытаетесь помочь. Откуда это? Зачем это? И кому это надо? Развейте мои сомнения, страхи. И мы будем общаться с уважением Алла. Видите как? Я отвечаю. Я христианин. Можете у меня спросить что-либо по Святой Библии. А я у вас спрошу по вашей книге Корану. Что она говорит в 5-й суре, 20-м аяте, на сегодняшнее число. Как это применить? Видите, чтобы разговаривать с мусульманами, я прочитал на несколько раз Коран. И все отзывы, и комментарии, и хадисы. И у меня 18-й том, 750 страниц. Я разбираю весь Коран, по сурам, весь Коран. От корки до корки. По сурам и аятам до буковки. Сколько там букв показываю. И сравниваю с Библией. Каждый аят с Библией. И у меня подход другой, чем у Данила Сысоева. Я никогда не нападаю, ничего. Я просто свидетельствую и говорю. Это у меня есть даже ролик. В доме Мулы мы беседуем. Когда я в мечети бываю, собираюсь, вокруг они сразу... Вот помню, мы были в Баку. И вот я туда зашел когда. Да интересно, у них же разуваются-то. Я думаю, у меня все нормально. Но когда там пришлось разуваться-то, я вижу, мы в пути едем. А у меня носки-то рваны, ну в них идти. Ничего не сделаешь. Я тогда все скинул и босиком пошел. На ногах ничего нет. Это разрешается. Зашел, а у них между намазами такой момент. И сидят одни мужчины, прям вокруг, дети их рядом. Все с бородка, ну бороды подбритые, усы там, другое там. Я зашел прямо на середину мечети, мечеть большая там. Совершил три поклона и встал на колени и стал молиться. Помолился. А в поклоне такой же, как они. Я когда встал, гляжу вокруг меня кольцо маджахедов. Ну я, не то, что они маджахеды, но так принято это как бы. Стоят вокруг суровые такие мужчины. Прекрасно виды и ребятишки. Но я стал говорить, вот вы увидели бы, как все лица у них разгладились. Какие они стали. Какие замечательные люди. Я не стал трогать Коран. Я сказал то, что мне положено говорить. Где в мечети? Ну покажите вы конкретно, какие плоды. А что, кто обратился? Семя прорастает не сразу. Я сколько знаю людей, которые потеряли меня и говорят, я стал священником. А первая встреча, когда вы у нас у баптистов были, у нас семь человек сразу тогда вышло. Семь человек. И не где-то, а в Москве. В Москве стали священником и теперь пишут. Вот у меня какие сведения. А я не православный. Ну какой есть. Но Господь действует через немощный сосуд. А гордость, тщеславие, там, то, другое. Мне некогда об этой глупости думать. У кого-то человек, если дома сидит, ни с кем не встречается, он может думать. Соблазнил я кого? Простите меня ради Христа за тщеславие, за гордость. У всех прошу прощения сегодня. Прошу. Где заметили? Спешите это на немощь мою. И помогите мне исправиться. О чем там Сергей Первый говорит? Тщеславие там что еще? Гнев. Ну, гневался. Ну, гневался. Тщеславился. Ну, как? В вашем понимании это может быть? Мне некогда. Просто некогда. Вот представьте, я набор делаю. 38 книг. Набор. Печатаю. Ну, 750 страниц книги. Ну, маленько подумайте. Какое у меня время? И книги, 38 книг, за 9 лет вышли. 3467 стихотворений написано за 9 лет. По 9 куплетов, 4-срочных каждое стихотворение. Ну, вы понимаете, это нереально время иметь. У меня два часа уходило на сон. Я бы тщеславился сидел. Я не успеваю писать, что мне дается. А от кого это? А вы проверьте, почитайте. Все книги, вот кто пожелает узнать где. Я сейчас покажу, где эти книги. Вот смотрите, где книги мои. Все книги, издания. Вот она, видишь, нет? Для скачивания. Я его нажал слева. Вот он, Новый Завет, трехтомник. Открытым оком. Здесь что? Открытым оком. Вот, 33 тома. По 750 страниц. Ну, вы понимаете, что это... Поговорите с тем, кто писал. Корректуру помогают делать. Дальше вывожу найденные ошибки, опять же, сам. Корректор должен был их нести. Никто не вносит, только сам. И мало того, еще и полностью сформатировать эту книгу надо. Просто, ну понимаете, время, минуты даже нет. Я бы чем-то занимался глупостью, тщеславив. Вот они, тома. Любой только нажми. Вот, я говорил о 18 томе. Вот я его нажал. Вот оно как выглядит. Все. Теперь бери только... Бери его и скачивай. Вот тут скачивается. Уже скачивать начала? Не-не-не. Вот, начать. Ну, мне не надо. Прямо минут несколько, и эта книга у вас уже есть. Вот, теперь я возвращусь сюда. Вот. Это вот мой мир. Тут много. Вот оно где. Вот вчерашние, которые были, сейчас посмотрю еще, нет ли новой какой. Я переношу их сюда. Вот оно, пожалуйста. А где у меня это? Какое? Нету. Вот это и нету, наверное. 12 том. А, это и есть 12 том. А, вот он где. Вот, пожалуйста. Не том, а это тема беседы. Ну, все сегодня на этом. Во славу Божию. Благодарю слушателей, какие вопросы есть. И все вопросы, вот которые есть, ставьте на наш форум. Форум. Вот, если не показал, еще я сейчас вам покажу. Наш форум. Вот он. Форум православный Игнатий Лапкин. Зарядите в Яндекс, Гугл, и вы найдете. И вот здесь вот главная страница. Зайдите на главную, зарегистрируйтесь. Вот новое сообщение. Сразу на последнюю страницу. Вот только вопрос и ответ. Вот я сейчас нажму его. Смотри. Новое сообщение. В первой строке, вот, считай, что написано. Вопросы Игнатия Тихоновича, на которые люди ждут ответ. И дальше. Вопросы собраны из разных мест и туда же разместены. Вот сюда пишите, с фотографии, без очков. Это чтобы я как-то поверил. Прямо смотрите. Дальше. Сколько страниц здесь уже? 319. 319 страниц. И там бывает по 10 разных сведений где-то. И когда бы я занимался глупостями? Это я непрерывно работаю и вставляю, как могу. Кого обидел чем-то, прошу прощения. Поговорили, и все нам всем умирать. За гордость, за тщеславие, за гнев, за все прошу прощения. За собой трудно усмотреть. Может быть и так и было. Но я все старался делать. Даже где-то если я разгневался, то разгневался по делу. Естественно. Ребенок обжегся водой. Она поставила. Конечно, я зашел, говорил не тихим голосом. Ребенка отдали мне для того, чтобы я его обваривал. Ты что делаешь-то? Я вот так и говорю. Это мой голос. Так я его спасаю этим. Я наказал строго смотреть. Вот здесь вот, чтобы дети спускались потихоньку. А девочка разбежалась, с берега прыгнула. Ну, это же брошенная была деревня-то. И там стекло, и она ногу порезала. И об корягу ударилась. Это нынче было. На руках принесли. Ну, я же не говорил туда идти-то. Пошли со старшим. Куда вы смотрели? Я взыщу с вас. Приехали родители. Там, я не знаю, как извиняться, но Бог помиловал. Она отвернулась. И большая девушка-то уже лет 14 ей. Так, наверное? Ага. Ну, где-то так. Ну, просто большая. Она прыгнула с берега. Берег крутой. Она прыгнула, и там внутри коряга какая-то была. А у нас там сделаны доски. И по ним идти, спускаться, лесенка, все. Ну, не усмотришь. Это же дети. 12 лет ей. 12 дед, да? Да. Ну, 12 лет. Дело даже не в этом. Вот оно что. И тут у нас 1580 тем разных. Заходите. И вот последнее нажмете. Новое сообщение. А что искать? Вот так видите. И дальше общий поиск. Не поиск по теме, а общий поиск. И вставляете. Вот я надавил ее. И сразу выскакивает рамочка. Вот она. Вот рамочка. Ну-ка вот сюда зарядить что-нибудь. Евреи, допустим. Ну, к примеру. Вот я сейчас нажимаю ее. Поиск. Считай, что написано. Евреям, как отвечать, и кто они есть для нас. Вот я нажимаю теперь, кто они есть для нас. Евреи, тут столько благодарности. Сколько страниц? Так, подожди-ка. Тут сколько роликов. Вот стихотворений. Ну, давай, прочитай стихотворение одно мое хотя бы. Вот эпиграф какой. Галатам 3,29. Если же вы Христовы, то вы семья врамова и по обетованию наследники. Притом, 3467 стихотворений у каждого эпиграф из Библии. У каждого. Это 4 тома по 800 страниц. И что дальше? Бытие 15,5. И вывел его вон и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь в честь их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. Вот теперь прочитай стихотворение. Смотрю на звезды рано поутру, и поневоле вспомнишь деда Авраама. Тихонько подхожу к его кшатру, и вижу, он выходит очень рано. Ну, это не какие стихотворения, это так это. Он смотрит вверх, прищурившись глядит, вздыхая тихо, чем-то озабочен. А я-то знаю, что уже впереди, с чего не достает ему, и даже очень. Жена любимая не может дать отростка, и семья чистые во рву не прорастают. Они не ведают, как разрешиться просто. Задача Саяговой настолько же простая. Придет Господь, и будет угощение. Два ангела здесь трапезу разделят. По временам тогдашним необычем-то. Я угощал говядины, но не кричат здесь дети. Опресники усары привычно безупречны. Все в меру, соль, есть пересол от слез. Тоску бездетности восполнить вовсе нечем. Во рву сухом отросток не пророс. Сухой ров, златоузг говорит, то есть обыкновенная женская прекратилась. Это женская, откуда рождается ров, и там росток будет. Чудо. Все изменилось разом, в одной части. Потомству звезд отцу не сочетать. Наутро из шатра иной страде начаться. И на звезды смотрит тихо, счастливая чета. Когда бы не смотрел на звездный небосвод, Невольно вижу я и внуков Авраама. Благословение, то с миром к нам придет. На благовестие рожденных сон воспрянет. Был царь Давид, пастух и полководец. Скрываясь, бегал от царя, от Саула тести. Не раз глядел наполненный колодец. Себя со звездой Давида видел вместе. Его звезда Иисус из Назарета. Из Ифлиема, плачущей Рахиле. Какая честь, что ту звезду я встретил. С звездой рядом стал героем Хилый. Вот так. Первое, девятое. Вот несколько стихотворений на еврейскую тему. Считай еще. Лука 3,8. Сотворите даже достойные плоды покаяния. И не думайте говорить себе, отец у нас Авраам. И выговорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Авраама. Это в теме, на моем форуме, форума Игнатия Лапина. Вот считай с выражением стихотворения. Когда-то я вычитал у грека Златоуста про подвиг древнего прадеда Авраама. Еще Авраам из буквы А не густо. И поверил и Егове. Вот что странно. И странником пошел по Палестине. Понимаете, который считает, он не поймет, что Авраам с маленькой буквы означает странник. А Авраам с двумя буквами отец множества. Это все вложено. И странником пошел по Палестине. Оставил родственников прежним пейзажем. И у него отнюдь ничто наполовину. Не то, что нынешние лизоблюда наши. Видите, каким вот черным. Теперь слово Божие красным. А это вот отдельным таким сиреневым светом. С утра до вечера у всех в иконостасах чернели их башки мироточили. И не задумался, видать никто ни разу, такой ли Бог, кто создал Палестину. И вдруг в тоске, и в жажде доли лучшей, какой-то голос странно зазвучал. Стрела вошла. Неведомый был лучник. Потребовал оставить всех чудес тотчас. Всех тотчас. Всех тотчас. Конечно, плакали, навеки расставаясь. Собрали рухлядь, скарб, свои палатки. Горшки делили снохи тещи свахи. При дирижении все проходит гладко. Глубилась пыль за блением коз. Смотрели родственники, слезы утирая. Куда, прости, божок их черт понес? Здесь в кладбище отцов такие травы. Смотрите, божок, прости, божок. Точно православных так же мироточили. Я так вот и вижу, откуда это все идет-то. Куда, прости, их черт понес? Здесь в кладбище отцов такие травы. Ну, Авраам, тогда для всех Авраам. Шагал и ждал, прислушивался к небу. Он не рахиль, божков тех не забрал. Уже чуждался явно непотребных. Решительно порвал и навсегда. Своим умом назад не ворохнулся. На небосводе яркая звезда. Под Валаама не сыграл он труса. Примером многих сильно озадачил. В неведомое шел, юродствуя как так впрок. Теперь мы знаем, он не мог иначе. Он был воистину отец, герой, пророк. Ну, вот такое стихотворение. Вот говорят. Так, еще прочитаем одно стихотворение. Вот здесь вот и римлянам. Римлянам 3.2. Итак, какое преимущество быть иудеям? Или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях. А наиболее в том, что им верено Слово Божие. Вот у меня так стихотворение, все с эпиграфом из Священного Писания. Это по одной теме только коснулись. Ну, 3400 стихов-то это можно прилепить. Вот если я по два стихотворения читаю каждый день, я подсчитал, это почти пять лет мне надо их вставлять будет. Понимаете? Ну, это просто невероятно, что Бог делает. И вы признаете, что стихотворение. Да не стихотворение это, но это проповеди. Поверить в Бога мог любой язычник. Да так и было в прошлом, в настоящем. И археологи следы всех вер разыщут, осколки прошлого не раз еще обрящут. Проникнуть в замыслы непрачура, творца, совсем непросто и, скажем, невозможно. Слепец слепца ведет. Как это отрицать? И раскоряченный яз иным дает подножку. Да. Но Бог открыл нам тайны кромку чуть. Через избранников, пророков врезал в письмена. Что ни по Библии не сходится, то однозначно чушь. И стали вымыслы с презрением поднимать. Под ним подминать. Без строки будущего высветил особо. И возвестил халдею с одной лишь А Авраама. И сбрал пчелу, благословил наполнить соты. Впервые в будущее шли не ощупью, а прямо. Народ упрям, упорен, до ужаса противен. За понебратничал, с соседями сроднился. Бог гневался, страданий сбросил ливни. Подвигнул голодом к убийственному Нилу. Векам и странам роль свою назначил. Кому, когда и где родиться, стать и быть. Все сбудется конкретно, так и не иначе. Хотя груди рожно и разъяренный бык. Зачем же злиться на евреев хитрых, На жадность жидовскую под проценты. Пусть горбоносы, как кулан под Дмитрой. Пусть пущеглазы. Бог их так пометил. С иной целью давят дико до упора. Храм Соломонов будут тупо строить. То божий план. Не надо с этим спорить. А то в апокалипсисе есть и анастроки. Двенадцать миллионов на злато оголтелых. Больны желтухой, видно по зрачкам. Что из того, Христова кровь отбелит? Того, кто Бога иудеев верой повстречал. Это 28 мая 9 года. Вот я как раз хотел показать. Вот еще немножко даже. Малахия 4.6 И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Сын Соломон мудрее отца, богаче. Четыре книги написал вместо одной. Но не строитель храма перед ковчегом скачет. Давид Псалтирьев нам более родной. Любовью к Богу полно нераздельной Давид Беглец в достатке нужным обладал. Быть со Христом мелхиседеком цельным, иначе вырвет дуб наплывшая беда. Давид Экуминизмом явно не страдал, не как мудрец в безумии прекрасный Соломон. Там после Магомед сравняет города, хотя в сравнении с сыном и не так умен. И не умом, а сердцем столько претерпевший приметен Богу даже после смерти. Давида ради Бог миловал и грешных, за похоть Соломона столько перетерпят. А мы не скрываем еврейского вояку и не красуемся под 108-м псалмом. Как смеет кто-то что-то про евреев вякать, мол, почему он нас не избрал от тех ослов? Есть выбор частный, но есть и общее избрание. Не наше разгильдяйство, и авось небось, тот дух упорства в раме ранен, под нож готов пустить родную плоть и кость. Не ради призрачного блага голодьбы, где двое русских, там уже раздрай, себя самих готовы злом убить. Что говорить уж про библейский рай? Конечно, есть евреи, а есть еще жиды, распявшие владыку хозяйского сына. Но сколько же в них упорства и всеобщей лжи, кому угодно подставляют спины. Их цель с Давидом резко разошлась, построить третий храм, не Соломонов. Цель без Христа уже трещит по швам, за них предъявлен нам словцо замолвить. Вот видите, к чему. Вот, евреи, Годи, Сабаса, СССР, палачи или жертвы. Это все в одной теме, и таких пять страниц по одной теме. Идите на форум, задавайте вопросы. На форум, на наш. А с него я легко буду брать и каждый день комментировать ваши слова. Все выставляется. Секретов мне не пишите. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Аминь.